В чем отличие обычных шин для легкового автомобиля и шин класса SUV для кроссоверов и внедорожников? Друзья, всем привет! Меня зовут Олег Растегаев, эксперт авторевью. Сегодня я хочу рассказать о некоторых особенностях шин с точки зрения их применимости. Есть обычные шины. Вот сейчас передо мной стоит кардиант Гравити, новая модель, а есть шины с индексом SUV. Вот здесь вы можете посмотреть Гравити SUV. Так в чем же их отличие? Прежде всего, отличается размерный ряд. То есть, если шины для обычных легковых автомобилей имеют меньшую высоту профиля, представленные в своей линейке типоразмеров, то Гравити SUV, как это следует из названия, предназначены для кроссоверов-внедорожников, высота профиля, как правило, выше и размерный ряд иной. Но в этом заключается лишь часть айсберга, который лежит в конструкции шины, заложен в конструкции шины. Прежде всего, у шины SUV повышенная грузоподъемность. То есть, если мы сейчас обратим внимание на маркировку, то здесь у нас индекс нагрузки 98, а у шин Гравити SUV тоже 17-дюймовых, индекс уже 106. Эти шины рассчитаны на нагрузку 750 кг, эти 950 кг. Отдельно мы заглянем внутрь этой шины чуть попозже, и я покажу, чем отличается конструкция. А сейчас мне хочется обратить внимание на протектор. Прежде всего, есть дополнительные скосы на центральных ребрах. Такие фаски, которые позволяют шине лучше цепляться за грунтовую поверхность. Ламели имеют такое раскрытие, развальцованное. Если здесь ламели прямые, здесь они немножко раскрыты, что улучшает работу на водной поверхности и, опять же, на какой-то поверхности вне асфальта. Но это вот то, что касается видимых отличий, которые мы можем лицезреть непосредственно на витринах шинных магазинов. А теперь давайте заглянем внутрь. На разрезе шин SUV видно, что боковина здесь толще. Я даже взял специально штангер-циркуль, чтобы продемонстрировать вам разницу в толщине. Так вот здесь у нас 6,8 мм, а на обычных шинах, обычной гравити без индекса SUV, 5,7. То есть где-то миллиметр разницы в толщине боковины. Что это значит? Прижимаясь где-то к бордюру, соскакиваясь с этого бордюра, вы будете иметь большую прочность боковины и невысока вероятность ее повредить на шинах SUV. Меньше вероятность повреждений. Также нужно учитывать, что здесь у нас применен двухслойный каркас, здесь однослойный каркас. Дело в том, что здесь применяется корд потоньше, но их два этих корда. Здесь применяется корд потолще, но он один. То есть это вот уже такие кухонные особенности производства шин. Но, к сожалению, за большую прочность приходится расплачиваться увеличенным весом шины. Если SUV шины весит 12,5 кг, то обычные в том же посадочном диаметре шины 10,3 кг. Что такое повышенная масса? Это повышенные нагрузки на подвеску, на элементы трансмиссии, на подшипники. То есть здесь нужно это учитывать, когда вы выбираете, например, если вы хотите на один и тот же автомобиль поставить шины обычные, либо с маркировкой SUV. Ну и помимо увеличенной массы, конечно, шины SUV имеют увеличенный ценник. Как правило, они дороже, чем шины обычного класса без маркировки SUV. Но выбирая шины обычные или SUV, конечно, нужно ориентироваться прежде всего на корректную размерность, рекомендованную для вашего автомобиля. А уже затем смотреть, есть там индекс SUV или его нет. С вами был Олег Растегаев. Всего хорошего, удачи на дороге. Субтитры создавал DimaTorzok